Сегодня в Чебоксарах стартовал Кубок России по женской вольной борьбе на призы главы Чуваши Михаила Игнатьева. В республике собрались сильнейшие девушки со всей страны, а также Белоруссии и Монголии. На шестой по счету Кубок России приехали заместитель министра спорта России Сергей Косилов, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы страны Амар Муртузалиев, заслуженный тренер России по вольной борьбе Магомед Алиамаров. Сразу из аэропорта гости отправились в Дом правительства. Там они встретились с главой Чуваши Михаилом Игнатьевым. Соревнования международного уровня наш регион принимает не впервые. У республики накоплен большой опыт проведения подобных спортивных состязаний. Со своей стороны хочу вас поздравить с открытием Кубка России традиционного. Почему Кубок России доверен суда Амар Магомедовичем и Федерации борьбы России? Потому что он проводится на высоком организационном уровне. Есть имена, есть на ком поучиться. Есть девочкам регионов нашей России посмотреть, кого воспитала эта республика. В Чувашии собрались 117 сильнейших спортсменов из Монголии, Республики Беларусь, а также из 25 субъектов Российской Федерации. Нашу республику будут представлять 7 спортсменок. Здесь приятно проводить, потому что есть как бы ваши личные отношения, поддержка, понимание. Во многом для нас это очень важно. И мы ищем именно такие регионы, где нас любят, где нас хотят, где развивается этот вид спорта, где поддерживают. И, конечно, в этом плане Чувашия для нас, как я и раньше говорил, это базовый регион для развития женской борьбы. От 10 до 20 человек всегда в команде. Сегодня Чувашия является одним из базовых центров развития женской вольной борьбы в России. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске планируется открытие центра спортивной борьбы. Если наши жители видят здоровых людей, красивых людей, людей, те, которые успешны, те, которые побеждают, не только у нас в стране на мировой арене, они начинают за ними тянуться. И вот мы, создавая этот центр, мы создаем будущее нашим людям. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Павел Иритков. Республика. Продолжение следует...